Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И что мы будем делать с вами сегодня? Правильно, красить волосы. Вчера были в Магнит Косметик, и я увидела свою любимую краску в очень классном оттенке. Смотрите, 711 ультрапепельный блонд. Ой, русый, русый, конечно, не блонд. Это Фаберлик Семерка Блонд, везде это русый. Это Лореаль Париж, и она мне очень нравится. Я брала эту краску в темном оттенке много-много-много раз. Она ухаживающая, она классная. И здесь ее много, то есть одной упаковки хватает на достаточно длинные волосы. Она вообще крутая, она мега стойкая, у нее красивейшие оттенки, поэтому я увидела, как-то такой не могла пройти. Так, сейчас я сначала волосы помою, и потом на мокрые буду наносить. Почему так? Потому что в предыдущий раз мы с вами делали тонировку, и надо все-таки маску Фаберликовскую подсмыть, чтобы краска легла хорошо. Вот, так что поехали. Готово. Теперь будем замешивать краску. Смотрите, как все. Так, у нас здесь перчатки. Вот такой большой баллончик удолбленный уже с носиком. А здесь у нас скислитель, да? Так, это что? Шампунь. Представляете? Раньше не клали. По-русски нет ничего, написано шампунь. Пепельный, наверное, слушать интересно. Так, это у нас маска. Да, тоже такая она, наверное, сиреневая, я подозреваю. Анти-брейзенес-пюр маск. Прикольно. Так, и сама красочка. Вот она. Смотрите, еще что есть. Вау. Это для чего? Девчонки, это для чего? Так, инструкции неохота читать. Защищающая крем-маска. Деликатный фиолетовый шампунь после окрашивания. Я, в общем-то, зря голову мыла. Фиолетовая маска против желтизны. А для чего вот эта штука? Бог с ней. Не хочу читать инструкции, что это так долго. Так, разводим. Значит, у нас с вами шампунь и масочка. Потом есть вообще круто. На самом деле. Так, здесь такой охраничитель. Мы его убираем. И обратно закручиваем пробку, чтобы открыть маску. Фу. Краску. Вот она. Откручиваем окислитель. И все смешиваем. Как хорошо, когда мягкий тюбик. В котором краска. Обычно они такие жесткие. Приходится всегда прилагать усилия. Чтобы все выдавить до конца. Здесь он мягенький такой. Как зубная паста, даже мягче. Так, все готово. Сейчас будем взбалтывать. Блин, ну интересно. Она вообще сюда надевается. Да. Зачем? Ладно, вовсе не. Взбалтывать будем наносить своим пробором. Как всегда, вы уже много раз видели, как я крашу. Если не видели, можете с легкостью увидеть. У меня таких роликов полно. Ну, в общем-то, нанесу тогда и покажу. Нанесла. И пока она такая, знаете, сиреневатая, что ли, на волосах. Ну, я знаю, что семерка на выходе будет достаточно темной. Ну, это нормально. Так, сейчас мы с вами будем делать уход за лицом. Очищаем лицо. У нас сейчас утро. Гамаж кислородное дыхание. Обожаю его. Акселоджи, артикул. 0271. Чуть-чуть лицо помочь. Он гораздо лучше, чем скраб. Он здорово очищает, освежает такого ментолового цвета. И здесь много мелких частичек. И они не травмирующие. То есть, кто любит такой деликатный уход, вот это гамаж. На что мне нравится, после его применения, кожа как будто дышит. Вот прям классно. Не знаю, есть тут ментол мед, но какой-то такой вот освежающий эффект. Здоровский. Частички вообще не травмирующие. Они не угловатые, они кругленькие. И они вообще не травмируют. Поэтому это такой легкий скрабинг, скажем так. Знаю, просто многим девчонкам не нравится агрессивный уход. Я более агрессивный люблю. И тут вот как раз ваша история. Все как следует очистили. Умываемся. Дальше хочу немножечко мезотерапия. Обработала хлоргексидином. Так слегка перед масочкой. На чистую кожу. Мне нравится. Кожа разглаживается прям. Я уже вам говорила, что мне очень нравится. Вот из всех массажеров, которые у меня есть, их и берликовские вообще. Эффект от мезероллера, он прям очень классный. Но тут надо тоже с умом подходить, потому что можно навредить. Лучше почитать. Кто-то сказал, что полтора это длинные иглы. Вполне возможно, что длинные. Но мне нравится. Так, все, кожа немножко покраснела. Теперь буду наносить вот такую пузырящуюся москву. Из линии Global Oxygen. Так, артикул. Где он? 0857 мне нравится она, кстати. Не знаю, что она делает, но она мне нравится. Ровный тон после нее, что ли, скажем так. Кожа очищенная. Поры стянуты, что ли. Мне вообще эта серия очень нравится. Global Oxygen я имею в виду. Все средства, которые я пробовала, все достойные. Я ее двухфазно наношу. Она сейчас один раз вспенится. Я потом второй раз еще. Через три минутки. Пройдусь. Ну, пальчиками по лицу. Видите, уже эта страна вся вспенилась. Ну, эффект сам вот этот, когда маска пузырится на твоей коже, тоже прикольно. Мне нравится. Ее можно наносить, кстати, достаточно тонким слоем, я заметила. И она будет все равно круто работать. Так. Я и навеки ее наношу. Немножечко. Сюда. И навека. Вот. Все пузырится. Это прям слышно так классно, так приятненько. Вот сейчас она три минутки отпузырится, потом еще помассирую, еще три отпузырится и смою. Тогда вернусь к вам уже, когда краску будем смывать. Но так уже, видите, какая темная. Если восьмерка темная, но потом все равно, конечно, смывается краска, когда она становится посветлее. Но отлив уже мне очень нравится. Отлив красивый, действительно. Все, смываем. Смотрите, какая я черная. Лицо еще красное от мезотерапии, после маски сверху сыворотку нанесла. В общем, пока черная. Там посмотрим. Посушу тогда, покажу. Смотрите, такая я. Такая я темноватая. С пепельным отливом. На мокрых волосах. Сейчас, мне кажется, на сухих будет еще посветлее. Маска и шампунь, кстати, синий. В наборе нефиолетовый и синий. Я шампунь не стала делать, потому что я голову уже помыл, да? А масочку сделала. Ну, так быстренько. Она прям ярко-синяя. Это классно. Вот для блондированных волос. Я не знаю, конечно, зачем в комплекте с этой краской, потому что она достаточно темная, да? Но, тем не менее, сделала все равно. Ну, вот такой вот цвет при естественном освещении. На мокрых. На солнышке. Посмотрим, послушаем. Мне кажется, будет красивый. Вот такой цвет все-таки получился. Пока темноватый. Я думаю, он чуть подсмоется. Смотрите, вот. Более-менее камера правдоподобно передает. Вот такой. На солнышке. На солнышке вообще красиво. Вообще, в целом, все очень достойно. Я довольна. Девчонки, вот цвет волос еще на улице. Мы с вами знаете, куда едем? На ночью делать сама. Это, во-первых. Во-вторых, мамочки меня поймут. Вырваться из дома. Гель-лак буду делать, да. Потом вам обязательно покажу результат. Все, девчонки, съездила. Вот такая красота уже возле дома стою. Сделала матовое, однотонное. Юлечка, как всегда, молодец. Вообще, к ней ходила раньше. Ну, идеально. Не хочу придраться. Сейчас покажу вам поближе. Кто из Тулы, девчонки, я ее инстаграм оставлю под видео. Я вам рекомендую. В Заречье Нолуначарского она просто идеальна. Вот, девчонки. Смотрите, какая красота. Просто идеальный маникюр моей мечты. Такой оттеночек матовый я выбрала. Нереальная красота. Сегодня мы с вами будем тестировать вот такие вот масочки от Пеп Плас. Если вы помните, мы с вами уже их тестировали. Не эти, а другие. Но здесь похожий состав. Это у нас анти-эйдж маски, омолаживающие моментального эффекта. Они действительно моментальны, потому что я уже знаю, о чем я говорю. Перед выходом или если делать курсом. Единственное отличие, здесь у нас в коробочке 10 масок. Смотрите, какая презентабельная коробочка. Маски эти продаются на маркетплейсах Wildberries и Ozone. Я вам ссылочки оставлю. Вот такой вот комплекс. И здесь у нас еще внутри крем. Я не открывала вместе с вами. Сейчас будем открывать. Должен быть крем и кисточкой. И масок 10. В прошлый раз у нас с вами упаковки было 4. Они выпускаются по 4, по 8. Здесь уже 10 такой комплекс, чтобы прям кожа нас с вами помолодела капитально за весь курс процедур. В прошлый раз, прошлый раз, прошлый раз мы с вами делали с соседкой. Сейчас пока не получается. Но обязательно в одном из следующих логов мы с ней вместе тоже эту маску сделаем. И покажем вам и на ее коже тоже, как она работает. Потому что на ее прям был результат вообще обалденный. Но у нее она возрастная. Здесь у нас моментальный лифтинг эффект. Богатый комплекс экстрактов. Это пептидная косметика. То есть основана на пептидах. Почему именно вот омолаживающий комплекс. Много-много растительных экстрактов в составе. Я вам покажу обязательно состав. Ну или сами ознакомитесь на зону на Вайлдберрис. Инструкции есть и на русском языке, и на коробочке, что очень ценно. И это маски двухкомпонентные. Пептидная эссенция. И такой желе-гелеобразующий компонент. Мы с вами смешивали две маски. В этот раз будет то же самое. Так, давайте вместе с вами открывать коробочку. Она тут еще запечатана, заклеена. На подарок вообще красота. Ребята, если вы смотрите, присмотритесь для своих дам на какой-нибудь праздник. Смотрите, ой, как красиво оформлено. Не выскакивайте. Смотрите, как красиво оформлено. Вообще обалдеть, да? Книжечка, лопаточка, эссенции, кремушек. Так, встаньте на место. Сейчас покажу всю эту красоту. Дизайн обалденный. Вот так. И посередине, да, видите, рядом с эссенциями кремушек. Этот кремушек мы будем использовать после маски. Это у нас Южная Корея. Производитель, чтобы вы понимали всю серьезность предстоящего мероприятия. Я пока их положу. Вот такая вот у нас инструкция с вами. На русском языке здесь нет. Есть даже фоторезультатов. Можете посмотреть предыдущее мое видео. Там действительно впечатляющие фото. Там действительно моментальный эффект. Вот собирайтесь на какое-то важное мероприятие. На свадьбу, на день рождения, юбилей. И перед выходом сделать вот эту маску. Но часа за четыре лучше. Потому что от нее бывает иногда краснота. Если у меня ее практически не было, у соседки была немножко. Она где-то вот через час, через полтора прошла. Поэтому лучше заблаговременно. Потом наносить макияж. И вообще личико прям подтягивается. Упругость. Мелкие морщинки разглаживаются. Как-то пора, вы знаете, исчезают. На какой-то момент. Я не скажу, что навсегда. Но они сужаются. Они реально сужаются. И личико реально подтягивается вообще. Маски, конечно, супер. Вот такая вот книжечка. И давайте скорее уже приступать с вами к тестированию. Нам что нужно сделать. Нам нужно с вами взять одну эссенцию. Один гелеобразующий продукт. Ну и, конечно, кисточку. Кисточки классные. Я до сих пор от прошлых масок кисточкой пользуюсь. Они здоровские. Вот такая вот кисточка. Мягенькая. И выдерживать мы с вами будем 20-30 минут. Смотреть по состоянию. Как быстро высохнут. Вот у нас с вами гелеобразующий продукт. И вот такая эссенция. Здесь все по-корейски написано. На баночке вот название. Супер лифтинг программ. Вот так. Мы ее с вами вскрываем. Я помню, что здесь зеленые. Ой, это зеленые. Железные крышки. Поэтому нам с вами нужны ножницы, чтобы вскрыть. Так. Вскрываем ножницами. Вскрыли вот эту эссенцию. Теперь открываем, но не до конца. Потому что нам нужно будет взбалтывать коробочку с гелеобразующим продуктом. Чуть-чуть приоткрыли. И выливаем сюда эссенцию. Так. Видно вам, девчонки? Стекло, кстати. Ну, все очень дорого, богато, красиво и презентабельно. Так. Теперь вот так вот руками держу. И мы с вами трясем. Секунд 30 трясем. Я ссылку вам на прошлое видео оставлю в инфобоксе. И здесь где-нибудь в подсказках. Можете посмотреть, как мы с Олей делали. И действительно заметен эффект. У меня, кстати, прыщи тут образуются. Причем внутренний болит. Посмотрим сейчас, как на него маска это повлияет. Ну и смотрите на мое состояние кожи. Есть мелкие мимические, естественно. Уже они есть. Как она выглядит, да? И смотрите на овал лица, потому что он потянется. Запоминайте. Ох. Так, ну что, я думаю, достаточно. Теперь мы вскрываем. Да, уже получился у нас с вами такой гель. Желтоватый. Вот. И тонким слоем, кисточкой, наносим на очищенное лицо. У меня лицо уже очищенное. В прошлое, на веки лучше не наносить. Но в прошлый раз я немножко затронула веки. У меня было как бы все нормально. Если здесь составы схожие, то ничего страшного тоже не случится. Тонким слоем наносим. На декольте как бы тоже вот аккуратно, потому что у кого-то может быть реакция. Производитель не рекомендует. Но можно попробовать первую масочку сделать. Если как бы у вас все хорошо, то можно и поэкспериментировать с декольте. Так, волосы. Потому что сейчас она у нас будет застывать. Если по опыту предыдущей маски говорить, точнее стягивать, стягивать будет лицо. Зрелище будет не для слабонервных. Но я буду держать весь процесс вас в курсе. Потом нам нужно будет с вами лечь. И не разговаривать желательно. Но оно потом и не будет получаться разговаривать, если честно. Так. Насколько лечь у меня получится, я, конечно, не уверена. Но я постараюсь. На декольте прям вот хватило бы маски вот этой вот этого количества. Тут ее достаточно много. У меня даже получится. Поэтому такой слой не сильно тонкий. Так как моя кожа к экспериментам привыкла, я девчонки наношу на веки. Но вы на меня не смотрите. Потому что у всех кожа разная. И, возможно, вам такой способ не подойдет. И прям много. Вот так. Пусть веки тоже подтянутся. Ее прям много-много. Можно было и шею, и декольте замазать капитально. Так, на это века. Мы с вами будем дожидаться полного высыхания, когда нам стянет кожу. Потом будем ее смывать. Так, ну вот и все. Коробочка пустая. Домозекали. Все. Вот так пока это дело выглядит. Чуть позже начнется процесс такой стягивания лица. Буду держать вас в курсе. Прошло минут 10. Смотрите уже. Видите, как стянуло. Стянуло так капитально. Уже даже, но тяжело губами шевелить. Продолжаем ходить. Прошло 15 минут. Показываю вам при свете дня. Видите? Стянуло все прям капитально. Несмотря на то, что сейчас веки оттянуты вниз, когда мы маску с вами смоем, наоборот будет лифтинг-эффект вверх. Почему как бы и рекомендуется лежать. Вот так вот, девчонки. Ждем дальше. Все, меня так капитально уже стянуло. Все высохло. Идем смываться. Вот в ванной как все это дело выглядит. Классно, да? Я красотка. Но я знаю, какой будет результат. Он будет очень достойный. Я буду вот таким вот спонжем сейчас смывать все это дело. И посмотрим с вами, что получилось. Губы, кстати, натягиваются тоже. И становятся больше. В тот раз вот Оле у соседки так же было вообще супер. Вот уже спонжиком, когда начинаешь проводить, она, видите, как скатывается. Такой катышки такие образуются. Досмываем. Ну что, смотрите на результат. Вы видели мою кожу до. Пока еще есть покраснение. Кое-где местами, вот где прыщик, немножко покраснение. Что могу сказать? Поры действительно идеально чистые. Помимо лифтинг-эффекта, разглаживания морщин, выравнивания тона, оно будет чуть попозже, когда краснота сойдет. Здесь есть действительно какой-то очищающий еще момент, потому что поры идеально чистые и суженные. Они практически незаметно. Вообще здорово. Так, и теперь у меня тут машинка немножко на заднем фоне шумит. Мы с вами будем использовать кремушек, который же из этой же программы, 5 класс, суперлифтинг программы. Нам производители рекомендуют обязательно после масочки вот этот крем наносить. Такая плотная консистенция у крема. Гель уловим, очень приятная душка. Так, наносим крем, увлажняем наше личико и молодеем. Так. Ой, он такой плотненький. Ой, как классно пахнет каким-то дорогим парфюмом. Он действительно такой плотненький, прям вот питательный. Чувствуется, что анти-эйдж. Сейчас посмотрим, как ляжет на кожу. Ну, кожа его прям такое ощущение, что съедает моментально. Потому что маска слегка подсушивает. Очень приятный крем по консистенции. Прям невероятно приятный. Хочется сейчас, я его на декольте тоже нанесу. Невероятно приятный кремушек. Хорошо увлажняет, хорошо питает. Ой, какая душка. Девчонки, вообще божественная. Так, нанесли кремушек. Вот как выглядит кожа пока. И я вам сейчас покажу ее чуть попозже, когда сойдет краснота и при естественном освещении. Пока присутствует такой жирный блеск. Но я думаю, он сейчас впитается, потому что я не чувствую этот крем как пленку на лице. И не чувствую парникового эффекта. То есть, несмотря на вот эти свои питательные свойства, он достаточно комфортен. Хотя у нас сегодня как бы жара. Я его уже не ощущаю. Ну вот прошло еще минут 10. И кремушек впитался. Кожа выглядит очень достойно. Она безумно гладкая, упругая, разглаженная. Мне нравится. Мне нравится очень эффект от этих масок. Это действительно вот так вот перед выходом. Прям красота. Краснота потихоньку сходит. И вообще супер. Такое ощущение, знаете, что лоб немножко натянут. Прям даже это чувствуется до сих пор. Хотя мы маску уже с вами смыли, да? Это прям чувствуется. Такие вот классные масочки. Супер. Буду проделывать курсом. Обязательно вместе с этим лифтинг-кремом. Прям все. Через два месяца меня не узнаете. Не, ну классно, правда. Все разглаживается. Кожа очень-очень гладкая, очень. Очень гладкая и упругая. Даже мне кажется, вот эти носогубочки как-то поровнее что ли стали. Ну все, мой хороший влог буду заканчивать. Все полезные ссылки, в том числе на маске в инфобоксе, проходите, знакомьтесь. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok